здравствуйте вот сегодня хотел бы с вами побеседовать на тему как лечить потому что мы уже рассмотрели с вами ряд всевозможных проблем и наступают вопросы ну хорошо да вот мы знаем что такое раздраженный кишечник мы знаем что такое аллергия мы знаем что такое гиперинсулиномия а как это лечить вообще как лечить заболевание какие есть возможности что можно еще предложить кроме традиционного классического классической схемы заболел к семейному врачу семейный врач специалисту и в конце концов получил какое-то назначение от специалиста лекарства принимаешь и жизнь удалось с точки зрения лечения мы должны всегда прежде всего определиться что мы хотим вылечить или же мы хотим избавиться от причины заболевания или же мы хотим устранить те симптомы которые нам изрядно надоели очень часто очень часто человек готов и счастлив только от того что у него пройдет скажем головная боль и он не хочет и не собирается искать ее причин она возникнет снова и на основу пройдет на будет все чаще и чаще и также точно и и что касается приступов гипертонии поднялось давление дали лекарства попринимал какое-то время основа поднялось дали еще одно лекарство это один из путей есть другой путь когда мы действительно задались целью избавиться от заболевания избавиться вот и я думаю что подавляющее большинство людей именно этого и хочет и вот тогда что делать в этом случае в медицинский язык медицинская терминология говорит необходимо обсервация что такое обсервация обсервация это прежде всего исключение больного из той среды в которой он заболел вот это самое главное поэтому всегда с тех пор как появилась медицина на планете вот появились так называемые клиники процесса в процессе жизни эволюции эволюции социальной эти клиники претерпевали всевозможные изменения на сегодняшний день мы имеем заведение которым нас помещают в палату раз в день приходит с визитом врач дает назначение нам капают капельницы ставят инъекции мы принимаем лекарства и нас наблюдают специалисты вот лечение это обсервация но я говорю сейчас не об этом и так мы одной из предыдущих лекций говорили о вегетативной нервной системе которая в принципе запускает патологические механизмы которые вызывают хаос то есть когда бы рассказывали то что человек живет так как будто он бежит и он не может уже жить по-другому в общем проблема он ну не может спешить ему надо брать какие-то ему надо обязательно что-то сделать куда-то успеть какие-то обязательства на нем висят и он понятно с трудом подразумевает принять лекарства это домашнее лечение подразумевает создать человеку условия в которых он сможет пусть даже спешить куда-то пусть даже бежать но только навстречу своему здоровью что подразумевается во-первых это должна быть место которым человеку комфортно находиться должно быть удобное классное хорошее помещение то есть спальне это возможность посмотреть неограниченное время но какие-то передачи это возможность человеку поспешить на процедуру это возможность у человека прийти вовремя на обед на завтрак на ужин это возможность и так первое что должны исключить что мы должны сделать в клинике это прежде всего восстановить и успокоить вегетативную нервную систему для этого имеется целый ряд терапий их много начиная от китайской акупунктуры заканчивая аюрведической широтхарой то есть когда с помощью игл мы уравновешиваем баланс между симпатической парусимпатической нервной системы это когда нам льет на голову теплое масло и мы засыпаем и расслабляемся это когда нам выполняют массаж который расслабляет наше тело и устраняет эффекты симпатического тонуса это когда с нами занимаются висцеральной терапией то есть что это такое я уже в одной из своих лекций упоминал что повышение тонуса симпатического тонуса во время бега происходит напряжение сфинктеров напряжение мышц гладкой мускулатуры кишечника моторика изменяется и вот если это длится регуль постоянно если это повторяется то вот эти спазмы они становятся фиксированными вообще мышечный каркас живота и глубокая мышцы висцеральные органы они становятся спазмированы и они очень трудно расслабляются вот правильная грамотная висцеральная терапия она расслабляет их но и одной недостаточно это нужно каждый день это нужно регулярно должна быть система это должны быть обязательно упражнения когда мы говорим вегетативное нервное упражнение дыхательное упражнение релаксирующие упражнения которые позволяют сознанию контролировать свое тело то есть не хаотичность в нем возник возникшая в нем она устраняется за счет контроля это йога цигун тайчи вот это основа второе в лечении нам необходимо правильное питание мы должны дать здоровые хорошие лекарства вместе со здоровой пищей поэтому каждый день каждый день человек в одно и то же время завтракает обедает и ужин и это правильное время это тогда когда пищеварительные органы готовы воспринимать эту пищу и понятно это исключение из рациона тех продуктов которые отягощают пищеварительную систему обмен веществ и это тоже очень важно следующим этапом вот следующим моментом в лечении в комплексном лечении всегда является массаж массажей существует огромное количество зачем вы скажете у меня не болит спина не болит сустав массаж сам по себе правильный скажем аюрведический или тайский или они все направлены на восстановление целостности организма я уже упомянул с одной стороны мы занимаемся контролируемой гимнастикой и наш мозг контролирует все процессы и механизмы в нашем в наших суставах мышцах внутренних органах а с другой стороны массаж это пассивная правильно поочередное включение снятия спазмов блоков во всей мышечной и во всей соединительной ткани соединенной ткани и мышечной системы вот правильный массаж направляет движение энергии в том направлении в котором они должны двигаться по юрведе так называемый абхаян массаж там или тайский массаж или точечный массаж или марман и тогда но очень много и без этого тоже очень сложно и так мы должны создать условия в которых движение энергии в теле уравновешено и нет хаоса и так нет спазмов нет хаоса нас правильное питание мы мы создали условия в которых вегетативной нервной системе нет что делать еще раз когда она не напрягается когда не нужен дополнительный адреналин для того что или чтобы или бороться со спазмом или наоборот вызывать и вот она отдыхает тогда когда отдыхает вегетативная нервная система отдыхает и центральная нервная система а значит происходит накопление и допамина и серотонина и анандомина и прочих нейротрансмиттеров которые потом понадобятся для жить для того чтобы человек мог жить потом в стрессе и чтобы выйдя из этой обсервации он на него не свалилась все эти беды и не поломали его изнутри наконец когда это все создано вот только тогда начинается лечение той проблемы с которой человек пришел а это препараты которые обязательно должны быть изготовлены индивидуально не может существовать лекарства хорошего для всех но не может мы все отличие мы все разные люди нас у каждого своя натура если брать еще систему голена мы рассматривали медицина рассматривала флегматиков сангвиников холериков меланхоликов от флегматиков меланхоликов холериков сангвиников да если говорить о юрведом рассматривать людей конституции пит и ват и капхи всех этих производных и если мы говорили о говорим о современной медицине и люди люди есть астеничные люди есть плотно спортивного телосложения люди если несущий избыточный вес на себе люди есть активные пассивные ментальной деятельностью и так далее то есть все мы разные и у нас разные по-разному работают пищеварительная система у нас по-разному работают обменные процессы и когда-то когда-то медицина современная медицина пришла к тому что хотела сделать универсальным и диагноз и универсальным лечение к сожалению для хронических заболеваний эта практика оказалась далеко не эффективной то есть о чем я говорю мы знаем что существует рецепторная теория мы знаем что если мы хотим воздействовать скажем на боль мы должны дать лекарство которое блокирует циклооксигеназы то есть нонстероидные препараты они снимают и боль и воспаление все замечательно но у одних людей это как-то еще какое-то время может давать эффект даже вплоть до выздоровления а у кого-то прием первый прием 1 таблетки аспирина вызовет язву желудка мы разные мы реально разные и вот и то же самое относится и гипертонии к сахарному диабету и так далее и в той медицине о которой говорю я в той клинической практике которую используем мы мы должны изготовить лекарства индивидуально учитывая конституцию человека изготовить его если это антигипертоник антигипертоник если это диабет мы должны понять чем он вызван это была гиперинсулинимия или же это был скажем больше доминанта все-таки гормональной слабости вот или же и так далее и так далее вот понимая это мы можем изготовить препараты воздействующие прежде всего на то звено которое явилось причиной в этой поломки во всей цепи этих поломок потому что как правило это целый взаимосвязанный механизм наконец когда мы подобрали правильные препараты устраняющие эту острую или же симптоматику которая на самом деле привела человека к необходимости лечиться вот мы должны восстановить его основные структуры и органы прежде всего позвоночник позвоночник это тот ост на котором крепится через который проходят все жизненные силы все жизненные механизмы на котором отражается все и стресс и тревога и чрезмерная усталость и чрезмерная лень поэтому восстановить позвоночник с помощью гимнастик с помощью кинетотерапии с помощью послезометрической релаксации с помощью метамерных инъекций и так далее вот то есть целый ряд процедур если речь идет о суставах то мы должны прежде всего подумать о том что эти суставы или же они воспалены или же они изношены и мы должны воздействовать и на это вот целостность лечения она всегда комплекс поэтому рассуждение о том что лучше массаж акупунктура фитотерапия мануальная терапия йога гимнастика или же медикаментозное лечение это вопрос который не может стоять в априори когда мы говорим о возможности и желаем помочь человеку мы должны дать человеку все в одном месте в одно время максимально сжатый срок срок вот это единственный правильный подход это единственный эффективный метод лечения лечения человека конечно же конечно мы можем сделать доступными лекарств и наше воздействие только тогда когда мы очистили организм поэтому все это комплексное лечение должно обязательно проходить вместе или после или вместе с очисткой организм а панча карме я уже рассказывал вам вот именно это панча карма является в данном случае тоже методом лечения вот так вот имея этот опыт я могу вам с уверенностью сказать что это единственно правильное единственно грамотный подход который поможет вам избавиться от болезни и на долгое время остаться здраво всего хорошего до следующих встреч